Подготовка полным ходом. Время 9 часов почти. Наталья Романовна шаманит. Мы с Артурчиком думали-думали, что приготовить на Новый год и угостить вкусным, праздничным наших новых друзей, наших соседей. Чем вкусным, праздничным? Чем? Мы готовим с Артуром жульен. Это очень вкусно, красиво, празднично. Вы все увидите. Курочка, курочка. Смотрите, здесь филе отварное. Отвариваете просто, как вы себе варите мяско на салаты. Водичка подсоленная. Грибы, шампиньоны точно так же, как вы любите. Я люблю с лучком. Просто режу, обжариваю, добавляю полукольцами лучок, солю, перчу. Все. Вот такие грибочки жареные. Ну и сыр, как всегда. И теперь, смотрите, сейчас мы разогреваем сковородку и будем делать волшебство. Делюсь рецептом. Этот рецепт подойдет не только на Новый год. и Рождество, и День рождения, и Любилей для любимых. И, конечно, юбилеи. Все праздники ваши семейные. Или, а вдруг гости на пороге, а у вас в заморозке есть грибы, быстренько отварили филешку. Иногда и филешка бывает отваренная. Сделали, собрали, запекли. Классно. На дни рождения тоже очень хорошо. В общем, друзья, смотрите, греем сковороду. Так. Наливаем подсолнечное масло. Ну, вот так, много не надо. Но это приблизительно ложки 2-3. Ну, так как у меня объем же большой. Сейчас немножечко нагреется. Так, поменяем мясо. А, там картошка утипает. Да, нормально, нормально. Картошка не кипит, ее нужно еще включить. Все, картошечка включена. Так. Сейчас оно быстренько нагреется. Маслечко у нас нагрелось. И вот так в масло добавляем муки. Ну, у меня приблизительно 2 столовые ложечки. Вот так, с горкой. На такой объем. И поджариваем. Оно сейчас в масле разойдется. Обязательно нужно немножечко подсолить. Вот, видите, мука расходится. Буквально чуть-чуть будет золотистый цвет. И этого достаточно. Вот сейчас, чтобы ни комочков не было, ничего. Очень хорошо в масле все растворяется. Смотрите. Немножко начало темнеть. Все. Нам сильно не нужно. И добавляем наше мясо. Я посмотрю еще по объему, чтобы мне тоже сильно много не было. Так, наверное, лучше ложкой. Если останется заготовочка, мы в общем делаем намного. Останется заготовочка. Можно будет ее применить, знаете, в блинчики. В блинчики с жульеном тоже очень вкусно. Сюда добавляем грибы. Смотрите, друзья. У наших друзей дети не любят грибы. Я сделала точно такой рецепт, только без грибов. Это вот просто мясико. Я попробовала, вкусно получилось. Вдруг кто не любит грибы, там нельзя. Или еще по каким-то причинам. Можно как бы экспериментировать. И я вот первый раз попробовала, и все хорошо. Вот так все перемешиваем. Мы не зажариваем. Нам надо, чтобы оно все соединилось и прогрелось. Все перемешали. И теперь добавляем бульончик. Тот, в котором варилась наша грибка. Вот так немножко. Грамм, наверное, миллилитров 50. Вернее, наверное, так сказать. Может, я немножечко добавлю. Потому что целая сковородка жульена будет. Чуть-чуть еще добавим. Сейчас я вам покажу, как оно должно выглядеть. Это юшечка. Все это сейчас перемешается. И оно будет очень, так вы знаете, сочное. Грудка сама по себе сухая. Но из-за вот этого вот, да, сочности. Из-за бульончика будет очень сочное. Она не договаривает. Она секреты скрывает. Думаю, в голове, что все все понимают. А на самом деле, что надо же сказать правильно. Так что, чуть-чуть. Там мука, и она еще разбула. Это где-то стол 12 берегов. Вот смотри, как должно быть. Вот так поближе можешь. Вот так вот. Вот так видите, что чуть-чуть. Вот видно этот бульончик. Не сильно не заливайте. Сейчас оно разбухнет чуть-чуть. И все. Прогреется. Впитает бульончик. Немножко увеличится в объеме. В объеме нет, а вот в густоте повыще она чуть-чуть из-за муки. Но если добавляешь в бульон, значит объем все равно увеличивается. Ну, наверное. Вот, друзья. Пробуйте на соль. Как вам? Если что, можно всегда досолить, доперчить. Я досолю. Немножечко вот надо подсолить. Хоть и не досол на столе, но, ребятки, когда совсем не соленая, тоже, знаете, не так вкусненько. А у нас тут фейерверки лучше. Всех с наступающим Новым Годом. С наступающим Новым Годом. И пусть бахи будут только от фейерверков. Мы, конечно, вздрагиваем, пугаемся, но это красиво. Очень непривычно слышать этот фейерверк, когда ты его не видишь. Но самое главное, дай бог, чтобы бахи эти реально были только от фейерверков. Все, смотрите, как оно получается. Все прогрелось. Ничего не поджарилось. Ну, даже если чуть поджарилось, будет с запахом копчености. Все хорошо. Отключаем. Выключили. И теперь добавляем сметану. Прямо вот так вот. Обильно. Ну, так как у меня много, я, наверное, вот так вот. Четыре ложечки сметаны. И все перемешиваем. Какие ароматы стоят, друзья, если вы его знали. У меня уже там внутри в желудке какой-то, не знаю, симфония Баха идет. Он пляшет и хочет, просит, дай ложечку. А Наталья Романова не дает. Знаете, как сейчас нельзя, а после Нового Года доедайте. Да, да. Это на Новый Год. Вот так вот, смотрите, выглядит. Вот, все, наш жульен готов. Ну, у нас там опять еще ильверхи лука. А ну, смотри, давай посмотрим. Это в другой стороне. Нам не видно. А, это за зданием там не видно. Далеко. Так, выбираешь. Все. Смотрите, какие у нас формы. Вот такие. Сейчас я вам покажу, как будет выглядеть. Но у меня еще не все готово. Сейчас, друзья, одну секундочку. Ну что, готовим шапку. Да, это самая такая кульминация. Кульминация этого приготовления. Ребята, забыла. Готовлю, готовлю, готовлю. Жульены, а в голове, знаете что? Хачапури. Вижу сыр, у меня в голове хачапури. По-джарски. Так, все перемешать. Перемешать. Вот, смотрите, яйцо перемешала с сыром. Все, это наша шапочка. И сейчас, друзья, покажу, как это будет выглядеть. Смотрите. Ну, покажем на одной, чтобы... Да, сейчас просто у нас еще время. Это подается в горячем виде. Но хочется показать. Я вот так одну наполню. Покажу. А уже, когда мы запечем в духовке, уже покажу, как это будет выглядеть. Вот так. Накладаете в формочку. Да, формочки. Ну, не делайте большие, потому что сытно. И получится, вы скушаете жульен, потому что вкусные. А потом салатики у вас не поместятся. А еще ж есть толченочка. Да, и салатики. Красота. Вот так, друзья, это выглядит. Запекаете при 180 градусах. Просто, чтобы зарумянило сколочку. И все. Приятного аппетита. И будет вам счастье. Начинаем подготавливать стол. Вот такая у нас маленькая норвежка. Потом свечечки. Дедулька Санта-Клаус. Еще один. И дальше мальчик на бревнышке. Эльф какой-то. А может, тоже девочка. Потому что косы, значит, девочка. И тут все потихоньку готовится. И тут маленький троллик. Шекилелик. Смотри. Ребята. Ребята. Ждешь тоже Новый год? Пусть все тролли будут красивые. Троллишки. Ай, пиздеп. Так, потихоньку накрываем поляну. Бутерброды, салатики. Оливье. Куда же без него? Шуба. Шуба это святое. Ну, нарезка. Крабовый. Все как половая. У меня такой же... О, глянь, какой маленький. Все, в принципе, даже компот есть. Детское шампанское это для меня. Это шампанское это для Даньки. Вот он стоит, ждет. Все. А еще все отолченое. А, да, у нас куда же без пюрешечки. Куда же без пюрешечки. Смотрите, красота. А здесь у нас жульен запекается. Вот такой у нас праздничный стол, друзья. И пусть он будет у всех такой праздничный, мирный, добрый, дружный. И всего-всего всем в новом году самого хорошего. И самого лучшего. Да. Чтобы война закончилась, мир был постоянный. И никто никого не забывал. И все вернулись домой. Домой в свои дома. И звучал детский смех. Да, Санек? Скажи всем привет. Только за ее по-моему. Я не обязательно говорю, счастливее. Да. Скажи ура. Ура. Всех с наступающим. Всех с наступающим. Всех с наступающим. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, друзья, жульены, жульены пошли, друзья. Что? Какая жульена? Жульенчики пошли. Смотри, какая красота. С грибами? Да. Не, вам без грибов. Да. Ой, какая красота. Мое главное не перепутать, где с грибами один нет. Красиво? Шипят. А ты хочешь ставить на этот самый? Да, я сейчас. Ну давай. Сейчас чуть-чуть подожденет. А то у тебя... Давай! Давай, Матя! Я дам. Давай, поджигай! Да подожгите одну. А у тебя есть? Зачем? Мне не надо, я снимаю. Песни не надо. Песни не надо. Потом включим песню. А если правильно, отчасти. Зачем тебе поджигать? Все поджигать? Да, да, да. Поджигаем, поджигаем. А! 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 Артур, ты включил? Ну, бракованная. На, Саня, первая пошла. Нет, оттуда отходила. Класс, 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 класс. Туши свет. Тушите свет. Туалет не... С Новым Годом! Туши. Да еще рано! Новым Годом! Новым Годом! Две минуты. Новым Годом! Туши. Вот как раз... Догорят! Новым Годом! Вон салюта взрывается! А что там? Раз, два... Да еще рано, еще полторы минуты. Нет, уже 12. Нет, не 12, нет, 59. А то у нас 15 закончится. Как раз закончится и будет Новый год. Да, 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 да. Когда часы 12 бьют? На часах. Раз, два, три, шли, 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 шли. С Новым годом, друзья, с новым счастьем. Мира, здоровья, удачи, крепкого семейного благополучия. Всем добра в жизни. Ура! На улице ставим... Наливайте, поедят, уключай свет. С Новым годом. Сейчас ждем на Деда Мороза. На дыме. Фу, надо проветривать. Фу, надо проветривать что-то это. Что-то это вообще подкладывается. После сварки. Смотри. Да, лучше такие салюты, чем такие в Украине. Да. Ого, какой такой шоп был. Смотри, смотри. Та сторона, да? А, ну я бы по-паспориметру. А со всех сторон, блин. Да, по всей Норвегии просто. Все, с Новым годом, друзья. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом!